Уважаемые участники торжественной переговоры, сегодня в районе значимое событие вступление в должность главы Белокурнинского муниципального района Владимира Матвеевича Князя. Его кандидатуру поддержали представители местных отделений политических партий Единая Россия, ЛДП, Справедливая Россия, Совет главы муниципальных образований, правительство Кировской области и губернатор Никита Юрьевич Белых. Я приглашаю Владимира Матвеевича Князева сюда в президент. На торжественном собрании, посвященном вступлению в должность главы района, присутствует Алексей Борисович Кузнецов, заместитель председателя правительства Кировской области. Николай Петрович Коев, заместитель главы департамента по вопросам внутренней и информационной политики, начальник управления по вопросам местного самоуправления, администрации правительства Кировской области. Владимир Алексеевич Комяков, глава Слободского района, председатель ассоциации Совета муниципальных образований. Владимир Евгеньевич Булычев, глава Нагорского района. Владимир Леонидович Друженков, глава Амутнинского района. Александр Евгеньевич Чащин, глава администрации Верхнегамского района. Депутаты Белохолуниципской районной думы, глава администрации Белохолуниципского района Тилипцина Татьяна Александровна, заместители главы администрации, начальники управления, заведующие отделами и секторами. Торжественное собрание, посвященное ступенью Владимира Матвеевича Князева, в должность главы Белохолуниципского района, прошу считать открытым. Субтитры создавал DimaTorzok В соответствии со статьей 36 федерального закона от 6 октября 2003 года, номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статье 28 Устава Белохолуницкого муниципального района Тировской области, статье 4 Регламента Белохолуницкой районной думы и по итогам голосования по выборам главы Белохолуницкого муниципального района протокол счетной комиссии от 6 июня 2013 года, номер 2, Белохолуницкая районная дума решила избрать главой Белохолуницкого муниципального района Кировской области Князева Владимира Матвеевича, депутата Белохолуницкой районной думы, на срок полномочий Белохолуницкой районной думы 4-го созыва. Прошу Владимира Матвеевича произнести присягу на Уставе Белохолуницкого муниципального района Уставе Кировской области и Конституции Российской Федерации. Я, Князев Владимир Матвеевич, вступая в должность главы Белохолуницкого муниципального района, торжественно обещаю справедливо и беспрестастно осуществлять предоставленную мне власть, честно и бескорыстно исполнять свои полномочия, осуществлять их в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с законодательством Российской Федерации, области и Уставом района. Слово для поздравления предоставляется Алексею Борисовичу Кузнецову, заместителю и председателю правительства Кировской области. Уважаемый Владимир Матвеевич, уважаемые коллеги, я очень рад, что я впервые произношу последовательность обращения, я думаю, что теперь это будет повторяться часто. Я, во-первых, от себя лично приглашу извинения за опоздание, потому что объективная причина получая очередную порцию бодрости по программе переселения от вице-премьера Козака Дмитрия Николаевича, поэтому вот, собственно, заряженный всеми этими эмоциями и летел к вам. Но теперь о серьезном. Уважаемый Владимир Матвеевич, я от лица и по поручению губернатора Кировской области Никита Юрьевича Белых. Хочу передать вам вот этот памятный адрес, я его сейчас зачитаю, и я думаю, что вот этот момент заполнится вам, потому что общения с губернатором будет еще у вас много, и я думаю, что будут и приятные, и не приятные моменты, естественно, но все-таки первое обращение выглядит так. Главе Белых-Лунинского района Кировской области Владимиру Матвеевичу Княге, уважатель Владимир Матвеевич, сердечно поздравляю вас с избранием и вступлением в должность главы Белых-Лунинского района. Ваши знания, энергия и опыт руководителя определили выбор жителей родного района, оказавших вам это высокое доверие. Сегодня перед вами стоят важные задачи в развитии муниципального образования, требующие большой компетентности и предельно доброходостного отношения к работе. Надеюсь, что вы приложите все силы и умения для того, чтобы обеспечить землякам достойную жизнь. Искренне желаю вам, уважаемый Владимир Матвеевич, успешной реализации намеченных планов, неиссякаемой энергии, здоровья и счастья. Губернатор Кировской области Никита Юрьевич Берут. Ну и, коллеги, два слова. Как куратор Белых-Лунинского района хочу сказать, что вы сами прекрасно знаете, что задач перед нами стоит очень много и задача очень сложная. И мы с вами на наших периодических встречах будем это еще обсуждать, будем говорить. Но я уверен и хотел бы от себя лично пожелать не только и не столько исполнения планов правительства, партии, руководителей, потому что нам здесь деваться некуда, нам придется эти планы исполнять. А я бы хотел от себя лично пожелать и попытаться убедить, что важнее на самом деле это формирование позитивного настроения. Потому что люди, когда руководители формируют позитивное настроение, способны сделать гораздо больше, гораздо большего эффекта. Поэтому желаю вам, Владимир Матвеевич, вот не только исполнять социально-экономические задачи и различные другие, но и своим примером, своим позитивом, своим драйвом формировать у населения веренного вам района хорошее настроение и уверенность в данный штуке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смоги! Дорогие земляки! Сегодня день вступления в должность главы Белухунистского муниципального района Князева Владимира Матвеевича. Для любого гражданина нашего района это чрезвычайно серьезный и очень весомый шаг. Поскольку человек берет на себя заботы о всем населении Белухунистского района города, деревья, сел, которые расположены в нашем славном Белухунистском районе. Я благодарен Владимиру Матвеевичу, что он принял для себя это непростое решение, поверьте, мы с ним беседовали перед этим. И он взялся за эту многотрудную и очень тяжелую, и я бы даже сказал следующее, неблагодарную работу. Потому что слишком черст хлеб главы муниципального образования любого уровня и сельского поселения, и городского поселения, а тем более руководителя района. Поэтому от всей души желаю вам, Владимир Владимирович, только одного. Твердости в характере. При принятии решения руководствоваться только одним принципом, который я считал и считаю самополагающим в деятельности любого главы муниципального образования. Принимая решение, надо думать по заповедям, не навреди. Не надо думать не о том, что будет хорошего от принятия решения, а всегда просчитывать, а что будет плохого от того решения, которое вы принимаете как руководитель района. И для того, чтобы в вашей работе была связь с правительством, мы традиционно приступление в должность каждого главы муниципального образования дали часы с изображением правительства Кировской области, чтобы глава района, приходя каждый день на работу, смог сверять эти часы часами правительства Кировской области. Принимаю поздравление. Слово для поздравления предоставляется Владимиру Алексеевичу Камьякову, главе Слободского района, председателю Ассоциации Совета муниципальных образований Кировской области. Добрый день, уважаемые жители Белоколуницкой земли. Уважаемый Владимир Матвеевич, сегодня у вас, конечно, очень знаменательный день. Вы вступили в должность главы Белоколуницкого района. Я, конечно, как председатель Ассоциации Совета муниципальных образований, как глава вашего соседнего района, поздравляю вас с этим. Но и одновременно хотел бы сказать, что это не только представительная атака функция, но очень тяжелая наша, о чем говорил Алексей Борисович Кузнецов, о чем говорил Николай Петрович Павел. Действительно, это ежедневный тяжелый труд. Что хотелось бы вам еще сказать и, может быть, пожелать? Николай Петрович уже сказал, заповедь не навреди. А я знаю, что у нас есть почетная обязанность служить своему народу. Вам это придется делать в войне тяжелее. Почему? Потому что главы, которые были перед вами, Николай Петрович, Елена Валентиновна, Олег Валентинович, очень высоко подняли планку рейтинга Белоколуницкого района. И вот, знаете, на опыте работы Белоколуницкого района учились все районы Кировской области. И поверьте, за это время многие достигли таких результатов, которые уже практически наступают на пятки. И ваша задача поднять еще выше планку Белоколуницкого района и этот рейтинг повысить. Я уверен, что все у вас получится, потому что у вас есть основное желание, энергия, целеустремленные. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ильич Муучеву, главе Нагоркского района. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я считаю, что у вас все получится. Опыт работы у вас есть. Я думаю, что вы приложите все свои силы, энергию, тот опыт работы. Я думаю, что у вас все получится. У нас Белгоинский район всегда был в лидерах. И я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были в лидерах. И чтобы мы, я считаю, Парноборский район, равнялись всегда на вас. И, конечно, обращаясь к вам, я бы, конечно, хотел бы тоже и обратиться к жителям, депутатам Белгоинского района. Я считаю, что все-таки не один у вас, Владимир Владимирович, ТНУ район, а чтобы вы ему помогали. Потому что, на самом деле, кто был в этой школе, он это все прекрасно понимает. Если не было поддержки, не было помощи, конечно, я думаю, это тяжело. Так что, Владимир Владимирович, в первую очередь желаю вам, конечно, здоровья, оптимизма, энергии, того позитива, который вас набрал уже, чтобы он у вас еще больше был. Спасибо. Слово предоставляется Владимиру Леонидовичу Друженкову, главе Амутнинского района. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые соседи, коллеги, присутствующие. Владимир Владимирович, вы сегодня приняли для себя очень серьезный шаг. Серьезный не только для себя, но и для всего многотысячного населения Белго-Амутнинского района. Конечно же, я вам хочу пожелать, чтобы у вас встреч с губернатором и правительством были только позитивные, но строение и итогом всегда были хорошие совместные решения. Чтобы поменьше было у вас проблем, побольше позитива, а позитив может быть только тогда, когда вы сплодите вокруг себя ту команду. А та команда, которая вас сегодня поддержала, мы уверены, что она у вас есть. Те голоса, которые отданы за вас, об этом говорят, наверное, лучше всего. Мы уверены, что вы все традиции бывших благ сохраните, и это будет у вас, скажем так, определенная тоже опора, наверное, поддержка и стремление двигаться вперед. Удачи вам, взаимопомощи всех, понимания. Ну, а от нас, от амутинцев, я хочу вам подарить вот этот символ. Сокол – это символ зоркости и неприкосновенности. Это символ победы и превосходства. Это символ храбрости и свободы. Он, как всевидящее око, охраняет своего хозяина от всех неприятностей. Так что я вам желаю, чтобы у вас неприятностей, как у всего Амутинского района, и жителей, не было никогда. Слово предоставляется Александру Евгеньевичу Чайщину, главе администрации Верхнекамского района. Здравствуйте. Уважаемые присутствующие, уважаемый Владимир Матвеевич, решите поздравить вас с поступлением на должность ГУВЫ Севолхунинского района, от лица ГУВЫ района Андрея Васильевича, от депутатского корпуса Верхнекамского района и администрации Верхнекамского района. Вам уже много всего пожелали. Я вам только могу пожелать только одного, чтобы у вас было много терпения и целестременность идти на мечтые цели. Слово для поздравления предоставляется главе администрации Верхнекамского района. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый Владимир Матвеевич, от лица всей администрации Верхнекамского района и от себя лично мы поздравляем вас с официальным вступлением в должность. С официальным, потому что с 13 мая вы были у нас исполняющим обязанности главы района. Коллеги вот уже сказали, что труд главы района это тяжелая работа. Это действительно очень тяжелая работа. И она будет легче, если у вас будет команда, если у вас будет коллектив, с которым всегда можно обсудить или иные проблемы и задачи. И сегодня мы хотим вам сказать, что коллектив администрации района это и ваш коллектив тоже. И мы готовы со всеми работниками, специалистами администрации быть верными и надежными вашими помощниками. Готовы тянуть вместе с вами нелегкий вуз под названием Телохолмецких муниципальных районов. Мы готовы ежедневно и круглосуточно заниматься проблемами не только всего района, но и каждого из здесь сидящих. Тех, кто живет в городе, в деревне, в селе. Мы желаем вам здоровья, здоровья и здоровья, терпения, хорошего настроения. И пусть все, что было начато другими главами и не закончено, было вами сохранено, приумножено, и все у вас получилось. Сегодня на инаугурации присутствует Ирей, отец Мариан Фадич, прихода Всесвятской церкви города Белокомниса. Уважаемые гости, дорогие братья и сестры, дорогой Владимир Владимирович, позвольте мне также от нашей ладыки Данила Яписка, Пружинского, Матинска, праздник от себя, от прихожан нашего храма и от Хорсовета, от всей души вас поздравить с личным праздником. Мы желаем вам доброго здравия, блажь и полного терпения, крепости, духовно-телесного, берега душевного, успеха ваших благих людях на Белокомнистской земле. Господи, Господи, многое не было горело. Повторите вам выучить телефон, чтобы она вам помогала, вашей великой дар и охраняла вас.